Всем привет! Я с очередным обзором покупок. Всё на стол не влезло, поэтому будем в несколько этапов показывать. Покупки у нас были в Орле, это наш областной центр. И у нас здесь в ПГТшке, в ближайшей от нашей деревни. В общем, как оказалось, в ПГТшке у нас дешевле закупаться, чем в областном центре. Начну с риса. Рис национален. Обалденный, классный рис. Мне очень нравится с ним готовить, поэтому беру только его. В Орле, значит, он стоил 134, по-моему, рубля, а у нас здесь 99. То есть у нас брать дешевле. Всё в магните. Также взяли гречку двух видов. Из сыра у нас сыр из магнита, голландский. Это на горячие бутерброды, на пиццу, на что-то такое. С приправами вообще беда бедовая. Я никак не могу успеть попасть в нормальный магазин в Орле, чтобы закупиться приправами. У меня уже всё заканчивалось, ничего нету. А в таких магазинчиках, в общем, нету нормальных приправ. Взяла смесь перца, один горошком, а другой уже молотый. Также сахар взяли, 3 килограмма. У нас немножко есть. Это на цукаты. Буду варить цукаты из тыквы, поэтому взяла сахар. Ряженка магнитовская. Это в красном и белом бекон, 200 грамм. Возможно, что-то с ним буду готовить. Я меню не составляла, ещё точно не знаю, что буду готовить. А, возможно, просто так погрызть. Дальше тоже красное и белое. Это в филе сельди копчёное. Кстати, очень-очень вкусное. Домашний холодец из КБХ. Очень мне нравится. Самой варить холодец я как-то не вижу смысла. Слишком долго, муторно. Вот иногда купить этот очень даже вкусно. Для всех тех, кого очень интересует состав, вот, пожалуйста, полный перечень того, что здесь присутствует. Я насчёт состава сильно не заморачиваюсь. У меня такой принцип. Едим то, что нам хочется. Также в красном и белом сливки. Это для того, чтобы готовить. 11-процентные. Не знаю, сколько миллилитров. Это, скорее всего, буду делать какой-то соус. Или что-то запекать. В общем, к макарошкам, возможно. Дальше из КБ тоже такой напиток. Это карамель. У нас в этот раз очень много всякой посторонней гадости в закупках, потому что мы были голодные. Это, в общем, карамель. Это либо к блинчикам, либо к сырничкам. Почему бы и нет. Вот такие вот сухарики из пятёрочки. Здесь 50 грамм в пачке. У нас всего 4 пачки со вкусом сыра из тёмги. Дальше масло. Одно у нас Альтера. Очень, кстати, классное масло. Оно дороже стоит и подешевле. Масло рафинированное. Тоже всё. Это магнит. Вкусные, кстати, чипсы. Так вот сейчас на выходных пожевать, посидеть перед телевизором, скрабом. Это пятёрочка. Я в других магазинах не видела, но чипсы очень мне эти нравятся. Дальше кефир. Как всегда на творог, на творожный сыр. Здесь у нас 4 литра кефира. Наш местный кефир в Орловской области его делают. Очень вкусная в них молочка. И 3 литра молока тоже той же фирмы. 3,2%. Дальше у нас из магнита макарошки. Макароны мы любим. Макароны едим мы дико много. Здесь 6 пачек по 400 грамм. Категория Б. Меня не смущает ни капельки. Они все макароны, в принципе, одинаковые. Если это не домашние. Печеньки. Юбилейные печенья. 2 пачки. Были по акции в пятёрочке. Также донаты. Эта вся гадость идёт тогда, когда я не занимаюсь выпечкой. В принципе, ничего не готовлю. Допустим, на выходные. Когда много дел. И тогда, да, мы едим к чаю. Но экономнее всего, конечно, готовить выпечку самостоятельно что-то к чаю. Потому что так очень дорого получается. Донаты с шоколадом и с бананом, по-моему, вот эти. Маргарин. Хозяюшка. По-моему, это магнит. Две пачки. Здесь по 200 грамм. Это тоже куда-то на печенюшке. В выпечку пойдёт. Пикник. Люблю. Очень захотелось что-то сладенькое. Люблю очень пикник. Милка. Тоже из магнита. В основном мы, кстати, отовариваемся в магните. И магнит нам нравится. Конкретно наш хатанецкий в нашем сельпо. Потому что он намного лучше, чем магниты в городе. И цены там намного ниже. Вот. С цельным фундуком. Вкусная шоколадка. Альпенгольту как-то надоело. Аленка невкусная. В общем, теперь Милка. И сосиски. Да. Не часто мы покупаем эту гадость. Но вот именно, чтобы приготовить в выходной. Потому что мы все выходные, можно сказать, убили на магазины. На свои дела. Готовить некогда. И поэтому быстренько так. Сосиски с макарошками. С каким-нибудь соусом. И отлично. А вот взяли две пачки. Это у нас тоже магнит. На салат горошек из магнита. Какой-то мы брали. Был мягкий. Вот я не помню, магнитовский мы брали или нет. Нужно будет попробовать. Будет ли этот мягкий. Это первая партия. Сейчас вам покажу, что еще у нас есть. Тут у нас еще грецкие орешки. Возможно, на выпечку. Хочу, скорее всего, тортик сделать. Может быть, так поесть. Тут немножко. Это и с пятерочкой. Орехи, кстати, все хорошие. Взяли мы сетку лука. Здесь 28 килограмм. 28,5. Взяли именно крупный лук. Ну, тут он самый мелкий. Где-то вот такой, в общем. Совсем мелкий я не люблю. Поэтому взяли лук покрупнее. Так, и последняя, не вместившаяся часть из продуктов. Здесь у нас мясо. Это, значит, горень куриная. Тут у нас меньше килограмма. Это магазин магнит. И то мясо, ради которого мы из деревни, да, в деревне нету мяса, ездим в город за почти 90 плюс километров. Это у нас, значит, лопаточная часть свинины. Цена за килограмм 239, 240 рублей. Здесь 1,4 кг. Дальше мякоть. Свиная лопаточная часть. Цена за килограмм 300 рублей. Здесь 2 килограмма 100 грамм. И здесь у нас шейка. Цена 230 рублей. Здесь у нас 2,5 килограмма в этом кусочке. Естественно, я не утверждаю, что все эти продукты съедятся за 2 недели. Но мясо, скорее всего, да. А вот крупы вряд ли. Что-то будет, конечно, еще подкупаться. Там это молочка, хлебобулочные изделия, тостовый хлеб из магнита. Очень вкусный. Мне нравится его брать. Обычный батон нарезка, умница. И наш хлеб с паски. Это все Орловский хлебокомбинат. А также у нас вот тут интересные штучки. Это нашим питомцам сушеные лакомства для собак. Это такие вот ножки с капустами. Им сейчас на погрызть. Ну, а теперь бытовая химия. Из бытовой химии у нас не так уж много всего. В основном, по-моему, здесь магнит. Может быть, здесь пятерочка. В общем, перчатки эскохозяйственные мыть что-то быстро летят. Все рвутся, дорогие, дешевые. Решила попробовать магнити. Зубные щетки у себя взяли. Поменять бамбуковые от Calgate. Решили посмотреть, попробовать. Интересно стало. Надавали магнити нам крепышей каких-то стрёмных, непонятных. Тут у нас тоник. У меня аллергия на краску. Крашусь иногда тоником. Подкрашиваю свою седую бошку. Из химии для мытья у нас утенок. И взяла санфор еще. Это магнит. Это пятерочка. Вот такой вот дезодорант Саши. Магнит косметик. Первый раз видела такого большого формата. Ну и у меня закончились все прибамбасы для готовки. Это, в общем, рукав для запекания. Буду, наверное, ноги куриные запекать. Или буженинку. Бумага для выпечки. Мне нравится от Эконта. Именно вот эта она и широкая. Взяла также еще попробовать магнитовскую. Пергамент. И фольгу взяли в магните. Она здоровая. В ней очень удобно заворачивать. 44 сантиметра, 10 метров. Тоже решили взять, попробовать. Не знаю, хорошая нет. Ну, так вот. Все. Вот такие были покупки. Всем спасибо. Не забывайте подписываться на канал. Ставить лайки, оставлять комментарии. И всем пока-пока.